спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы в этом месяце в октябре открылась регистрация на 32 петербургский марафон белые ночи который пройдет 11 июня 2023 года до билеты на подобные марафоны разбирают за полгода с лишним как на концерты самых знаменитых рок-звезд а белые ночи пожалуй главный и самый культовый марафонский забег северной столицы основанный энтузиастами в начале 1990-х он существует 30 лет и постоянно развивается например в разное время марафон был то дневным а то ночным для северных стран ночные забеги не характерны и все-таки прохладно но именно петербург сделал это фишкой своих беговых стартов ведь у нас есть белые ночи и можно бегать поздним вечером как будто днем в разгар лета только никакой жары духоты и прочих вредных свойств солнышка в грядущем 2023 году сам марафон снова пройдет ночью кроме того ожидается перезапуск серии после кризисного времени пандемии коронавируса организаторы обещают новый формат новую дату новый логотип и самое главное новый маршрут трасса марафона обновилась но сохранила свой изначальный рисунок и отрезки на фоне главных достопримечательностей города старт и финиш как прежде пройдут на дворцовой площади маршрут забегов пройдет по историческому центру санкт-петербурга участникам откроются виды на казанский собор петропавловскую крепость растральные колонны и адмиралтейство и исаакиевский собор на белых ночах две основных номинации собственно марафон 42 и 2 километра для настоящих атлетов и массовый забег на 10 километров с которым справится любой подготовленный человек оба забега пройдут по центру города вокруг петропавловской крепости в один круг однако марафонцы пройдут чуть ли не все основные городские набережные по эту газпром арены проследуют по карповке почти до самой телебашни и вдобавок пробегут мимо смольного собора аж до моста александра невского и обратно что вы хотите 42 километра это очень очень много участники забега на 10 километров делают гораздо более скромный круг почета по самому центру побывают у казанского собора дворца спорта юбилейный соборной мечети и у спаса на крови чтобы не слишком отдаляться от дворцовой площади где будет общий финиш миллионы туристов видят исторический центр питера но только участники марафона чувствуют каждый камень мостовой и каждый поворот улиц подобные забеги в красивейших городах мира дают уникальный опыт каждому даже тем кто не сможет финишировать тем больше для них мотивации продолжать тренировки места в забеге белых ночей на 10 километров разбирают очень быстро это действительно массовое петербургское спортивное мероприятие собственно даже бежать не обязательно зрители приветствуются в стартово-финишном городке на дворцовой площади правда их просят с пониманием отнестись к досмотрам личных вещей на входе и не призывают поддерживать всех бегунов они только своих любимцев здесь все-таки речь идет не о борьбе за золото и не о какой-то спортивной конкуренции а прежде всего о здоровом образе жизни для всего региона и всех гостей города также можно принять участие в марафоне в качестве волонтера если бежать нет возможности или желания волонтеры полноправные и ключевые участники всех марафонов любой форс-мажор на дистанции может обернуться трагедией организация здесь жизненно важно буквальном смысле слова хорошо еще что участникам петербургского забега не приходится часами страдать от палящего солнца как это бывает во время знаменитых южных марафонов и тем не менее нагрузки на дистанции 42 километра чрезвычайно высоки последние беговые места на белых ночах 2023 уже вовсю разбирают прямо сейчас далеко не все смогут пробежать но каждый горожанин может стать частью самой культовой пробежки северной столицы и это правильно и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok